ДТП со смертельным исходом на трассе Козыл-Карахак 27 ноября в дежурную группу ДПС поступило сообщение о том, что на 7-м километре дороги Козыл-Карахак произошло ДТП. Столкновение двух машин. Сотрудники полиции установили, что 56-летний водитель, управляя иномаркой, двигался в северном направлении по дороге Козыл-Карахак, выехал навстречу и столкнулся с транспортным средством под управлением 25-летнего водителя. В результате происшествия 23-летний пассажир Тойота Коронапремия скончался на месте до приезда скорой помощи. В Республиканскую больницу номер 1 города Козыла доставлено оба водителя транспортных средств. Водитель автомашины Тойота Карина впоследствии скончался в больнице. Пройденная свидетельственная водитель автомашины Тойота Коронапремия на состоянии опьянения показала отрицательный результат. Факт наличия или отсутствия алкоголя в крови у погибшего водителя будет установлен после проведения судебно-вестинской экспертизы. Установлено, что в ДТП водители и пассажиры не были пристегнуты в ремнями безопасности. Госавтоинспекция МВД Патуве напоминает водителям и пассажирам о необходимости использовать во время движения ремни безопасности и детские удерживающие устройства. На дороге Р-257 госавтоинспекторы применили табельное оружие при задержании нетрезвого водителя. В этот же день, 27 ноября, около 14 часов, инспекторы ДПС, находясь на дежурстве на 818-м километре автодороги Р-257, с помощью жезла подали сигнал об остановке транспортного средства автомашины марки «ГАЗ». Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и на большой скорости продолжил движение в западном направлении. С целью оперативного задержания водителя сотрудники ДПС начали преследовать автомобиль с помощью проблесковых маячков и громкоговорителя. Однако водитель на законные требования сотрудников полиции продолжил движение, выезжая на встречную полосу движения, создавая аварийную ситуацию и угрозу для жизни и здоровья граждан. В соответствии с федеральным законом о полиции, сотрудники ДПС для остановки транспортного средства приняли решение применить табельное оружие, в результате чего заднее колесо автомобиля было повреждено. Решителем оказался 37-летний житель Акта Урака, у которого выявили признаки опьянения. Также водитель не имел водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. В отношении задержанного водителя были составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления. Также составлен материал по части 1 статьи 19.3, не повиновен незаконному распоряжению требованию сотрудника полиции. Автомашина помещена на специализированную стоянку. Житель села Адркижик Тоджинского района, повторно севший за руль в нетрезвом состоянии, стал фигурантом уголовного дела. 28 ноября около 14 часов в ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Козыльский остановили машину марки «Тойота Калдина» под управлением 37-летнего жителя села Адркижик Тоджинского района. При проверке документов выявили данного гражданина признаки алкогольного опьянения. Проведенное свидетельство водителя на состояние алкогольного опьянения прибором показало положительный результат 1,413 мг на литр алкоголя в отдыхаемом воздухе. При проверке по информационной системе госавтоинспекции установлено, что в 2023 году данный гражданин приговором Тоджинского районного суда был признан виновным в совершении преступления, предусмотренным по части 1 статьи 264, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации и подвергнут наказанию в виде обязательных работ. За повторное нарушение в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса России. Транспортное средство помещено на территории пункта полиции номер 8 села Торахем, отдела МВД Козыльский. 30 ноября инспекторы ОГИБДД УМВД России по КЗУ совместно с территориальным отделом Государственного автодорожного надзора Республики в ходе рейдов напротив дома номер 63 по улице Кочетова остановили автобус марки ПАЗ под управлением 60-летнего водителя. В ходе проверки документов установлено, что на транспортное средство отсутствует лицензия на осуществление перевозки пассажиров. В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 14.1 Прим. 2 Кодекса об административных правонарушениях осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. Влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей 100 тысяч рублей, на юридических лиц 400 тысяч рублей. Также 30 ноября инспекторы ОГИБДД МВД Улыхемский на 892-м километре автодороги Р-257 Енисей остановили транспортное средство марки Тойота Ипсум под управлением 30-летней жительницы Козыла. В ходе осмотра транспортного средства обнаружили пиво в количестве 60 бутылок общим объемом около 79,5 литров без разрешительных документов на перевозку. Для дальнейшего разбирательства гражданка была доставлена в дежурную часть МО МВД России Улыхемский. Спиртосодержащая продукция изъята. Автомашина помещена на территорию МО МВД России Улыхемский. В Козыле инспекторы ДПС по горячим следам задержали нетрезвого мужчину, угнавшего автомобиль. 1 декабря в дежурную часть МО МВД России по Козылу с заявлением об угоне транспортного средства обратилась 39-летняя собственность автомобиля Мазда. Женщина сообщила, что около двух часов дня машина была припаркована возле дома номер 25 переулка Загородный, Козыла. Как выяснилось, автомобиль был не заперт и находился в заведенном состоянии. Разыскная ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана всем наружным службам полиции. Находящиеся на маршруте патрулирования инспектора отдельной ротно-дорожной патрульной службы заметили, подпадаясь под ориентировку автомобиля и приняли меры по оперативному задержанию злоумышленника. В ходе преследования данная автомашина была установлена в Лебережных дачных обществах по улице Протошные. Нарушителем оказался 31-летний житель города Козыла, у которого выявили признаки опьянения. Проведено свидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения. Прибором показал положительный результат – 0,92 мл алкоголя в дыхаем воздухе. Также водитель не имел водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. В дальнейшем было установлено, что водитель, передвигаясь на угнанной машине по улице Кахем Козыла, совершил ДТП, столкнулся с машиной марки «Хонда Аккорд» и скрылся с места происшествия. По факту неправомерного завладения автомобилем в отношении задержанного отделом дознания МВД России по городу Козыла возбуждено уголовное дело по признакам преступления предсмотренной части 1 статьи 166 УК РФ. То есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде решения свободы топ-5 лет. Сотрудники региональной госавтоинспекции МВД провели на автозаправках акцию «Спаси жизнь, сообщи о пьяном водителе». В целях предупреждения аварийности полицейские посетили автозаправочные станции и вручили работникам памятки с информацией, направленной на предупреждение управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также сотрудники полиции раздали участникам акции памятки об опасностях на дорогах в зимний период и правилах дорожной безопасности. Провели беседу о недопустимости управления машиной в состоянии опьянения. Гражданам напомнили о соблюдении скоростного режима и безопасной дистанции, обязательном пользовании во время движения ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. Важно знать, что на пути нетрезвого водителя может оказаться любой человек, чьи-то близкие, родители, дети, друзья. Предотвратить трагедию можно только вовремя остановив пьяного автомобилиста. Поэтому госавтоинспекторы призвали граждан сообщать о нетрезвых водителях в целях защиты жизни и здоровья участников дорожного движения. 16 декабря в 18 часов пройдет ежегодный флешмоб «Автоелка», который проходит во многих регионах нашей страны. Сбор автолюбителей Козылы будет на парковке клиника диагностического центра по улице Байхакская. С каждым годом участников мероприятия становится все больше. К примеру, в прошлом году участвовало 90 машин. Организаторы уверены, что в этом году машин будет больше. Мероприятие поддержали оригинальная госавтоинспекция и МЧС. На территории республики с 27 ноября по 3 декабря 2023 года зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия. Из них ДТП с пострадавшими 4, в которых погибло 2 человека и 5 раненых. Также за неделю задержано за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения 48 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами 95. Также госавтоинспекция республики напоминает гражданам, что в связи с погодными условиями на некоторых участках дорог Тувы рекомендуется воздержаться от длительных поездок и быть максимально внимательными на дорогах. Это была вся информация за прошедшую неделю. С вами был я, Мирен Аюн. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!